Привет! Это пятая часть истории вселенной Алана Вейка и в этот раз я расскажу как прошла акклиматизация писателя в другом измерении, кто такой Клей Стюарт и зачем нам вообще о нем знать, а также какие последствия для Брайт Фоллза имели приключения Вейка. Так что бери с собой акваланг, мы погружаемся. После того, как Вейк дописал свой шедевр и ради жены заточил себя в темной обители, он неожиданно очухивается перед закусочной в Брайт Фоллз. Причем он не помнит о том, что уже был здесь раньше. Это место кажется ему крайне знакомым, но не может вспомнить почему. Для него все вокруг ощущается будто бы во сне. И это неспроста. Мышление человека можно поделить на два вида. Сознательное – это то, что мы прокручиваем у себя в голове, и бессознательное – то, что контролируется на уровне инстинктов. И вот сознание Вейка, который застрял в измерении, где главенствуют не законы физики, а воображение, расщепилось на эти две части. Причем его бессознательная часть устала бороться и захотела сдаться, ведь проще лечь и умереть, чем стараться, не зная, достигнешь ли ты успеха. По крайней мере она так думает. И поэтому эта часть Вейка перехватывает контроль, создает из своих воспоминаний особое место в темной обители и отправляет туда свою вторую половинку на верную смерть. Ведь если погибнет одна часть сознания, то погибнет и вторая. И вот оказавшись в мире, созданном бессознательным Вейком, адекватная половина Алана не понимает куда попало. Но вскоре с ней через зеркало в туалете связывается сам Зейн и показывает бессознательную часть. Благодаря этому к нашей половинке Вейка возвращается память и он осознает, что находится в темной обители. После этого появившийся поэт дает нашему герою средства для выживания и говорит, что им нужно найти другое место, чтобы поговорить, так как Зейн не слышит Алана. И та часть Вейка, которая не хочет сдаваться, а готова бороться до конца, отправляется на поиски такого места. В пути Зейн направляет Алана, используя свой свет, но бессознательная часть, конечно же, пытается этому помешать. Она тут же начинает менять пространство темной обители и насылать орды одержимых врагов. Но уже закаленный в боях Вейк легко отбивает все нападки своей второй половины и вскоре поблизости обнаруживает страницу из своей книги. Слова буквально слетают с найденного листа и Вейк пользуется этим, чтобы создать сотовый телефон, благодаря которому у него наконец получается нормально связаться с Зейном. Поэт предлагает Алану прийти к нему, чтобы узнать, какого хрена тут творится, а для этого Вейку нужно идти на сигнал. Алан вначале не понимает, про какой сигнал идет речь, но тут вдруг обнаруживает, что на телефоне включен GPS, который куда-то указывает. Писатель следует за этим сигналом по чуждому легкоизменяемому миру и вскоре натыкается на еще одну свою страницу. Но в этот раз он создает себе не какой-то там телефон, а целого Барри. Ну, точнее, его призрачную копию из Темной Обители. Появившийся друг сразу же признается, что он не настоящий Барри, а создание воображения Вейка. Но он не уточняет, что на самом деле его создала та часть писателя, которая и учинила весь этот хаос. Вейк поначалу радуется, пускай и подделке под друга, лишь бы не быть в одиночестве. Но со временем призрачный Барри начинает лишь раздражать писателя. В отличие от своего оригинала, этот Барри более агрессивный и надоедливый, а его шутки часто перерастают в издевки. И в сопровождении этого псевдодруга, Вейк все же добирается до Зейна. Поэт тут же пытается объяснить Аллану, что все, что тут происходит, вина его самого. Но бессознательная часть Вейка отшвыривает Зейна, не дав ему разложить все по полочкам. Тогда сознательный Вейк, ничего не поняв, начинает сражаться с телевизорами, которые показывают его бессознательную часть. Думая, что стоит их уничтожить и кошмар закончится. Но победа над зомбоящиками ничего не дает, а лишь переносит Вейка в другую часть обители. Но не все так плохо. Потерпев поражение в первый раз, до Аллана наконец доходит, что он сам всему виной. И благодаря этому осознанию, он быстро вновь добирается до Зейна. Тут наконец объясняет ему, что есть вторая часть Вейка, которая осталась в хижине. И до которой можно добраться через маяк, виднеющийся вдалеке. Тогда Аллан продолжает свой путь по сюрреалистическому миру, сотканному из кусочков его памяти, и вскоре добирается до этого маяка. А поднявшись на его самый верх, он появляется возле хижины птичьей лапы. Но пройти внутрь так просто ему не дают. Призрачный барин наконец показывает свою личину и нападает на Вейка с другими одержимыми из памяти писателя. Но Аллан конечно же побеждает их, и вопреки желанию своей бессознательной половины заходит в дом, где и обнаруживает эту самую половину. Сознательная часть объединяется с бессознательной, и благодаря этому уже полноценный Вейк приходит в себя. А пережив это маленькое приключение со в чуждом для себя мире, Вейк понимает, что ему нужно оттуда срочно линять, и поэтому он садится писать продолжение ухода. Возвращение. Именно так Remedy намекнули на вторую часть игры, которую мы ждем вот уже более 10-ти сука лет. И теперь, перед тем как распрощаться с DLC-шками, я должен подвергнуть свой же рассказ сомнению. Хотя с самого начала видео я и утверждал, что бессознательная часть Вейка сдалась и хочет смерти, но возможно это не так. Ах ты п***о, б***ь. Да, в игре об этом говорится напрямую, и не раз, но стоит ли этому доверять? Если бессознательная часть решила убить себя, то зачем она отправила Зейна на помощь своей второй половинке, о чем поэт говорит прямо, ведь лишь благодаря Зейну у сознательной части Алана и получилось выжить. К тому же, время от времени в темной обители Вейку попадались приятные воспоминания с его женой. Зачем бессознательному подкидывать их, если не для того, чтобы сказать, мол, смотри, кретин, у тебя есть еще за что сражаться, у тебя есть семья. Даже призрачный Барри, который оказывается на стороне бессознательного, говорит сознательной части Алана, что нужно либо сражаться, либо умирать, вместо того, чтобы уговаривать его просто сдаться. Лично я думаю, что бессознательная часть писателя на самом деле не сдалась, а все произошедшее это хорошо спланированная акция подсознания, чтобы привести Вейка к тому, что не стоит опускать руки и нужно попробовать вернуться в свой родной мир, ведь надежда есть всегда. К чему в итоге и пришел Вейк. О том, как он будет пытаться вырваться из темной обители, речь пойдет уже в следующей части, а сейчас мы переключимся на Клея Стюарта. Напомню, что это тот чел, который постоянно попадался Вейку в его кошмар, так как сны у них были общими. Клея эти кошмары мучили так же сильно, как и Вейка, и он тоже не придавал им особого значения, правда только до тех пор, пока не увидел писателя по телевизору. Тогда осознав, что человек из его снов реальная личность, Стюарт начинает подозревать, что это не просто кошмары усталого разума. Он становится одержим этими снами и начинает посвящать им все свое свободное время, изучая их и пытаясь понять. И эта одержимость влияет на его личную жизнь, он отдаляется от своей жены и новорожденного сына, но это его не сильно волнует, так как он начинает считать, что его кошмары это предупреждение о чем-то ужасном. И чтобы найти подтверждение этой теории, он пытается связаться с Вейком. Но достучаться до нашей писательской звездочки у обычного смертного, конечно же, не получается. Из-за этого продвижение Стюарта в деле мистических снов буксует, пока в какой-то момент, изучая маяки, он нечаянно не натыкается на фото маяка Брайт Фоллса. А изучив этот и другие снимки местности, он осознает, что это то самое место из его снов. Тогда ни секунды не думая, Клей, одержимый тайной, бросает свою семью и работу и уезжает в этот манящий его городок. А приехав туда, он сразу понимает, что недавно там что-то произошло. По финальному ролику в конце основной игры, кажется, что произошедшее с Вейком, ну никак не отразилось на Брайт Фоллсе. Ведь все счастливо и весело встречают долгожданный праздник День Оленя. Но по описанию Клея складывается совсем другая картина. Поврежденные здания, во многих из которых видны следы от выстрелов, большое количество свежих могил и горюющих людей, а также аномальное число сумасшедших, которые несут какую-то чушь, просвет и тьму. И ко всему этому подозрительному добавляется то, что Алан Уэй, которого Стюарт так хочет видеть, тоже недавно был в этом городке, но неожиданно куда-то исчез. Клей, конечно же, пытается выведать у местных, что же, черт возьми, тут произошло, но никто с ним не делится информацией. Все будто бы хранят тайну, как в каком-то секретном братстве. Тогда, понимая, что это дело не дастся ему так быстро, Стюарт снимает номер в местном отеле, чтобы ему было где жить. И, к своему удивлению, в вентиляции своего номера он находит подарок от предыдущего жителя, некоего агента Найтингейла. Этот агент, видимо, выселяя в спешке, забыл в вентиляции коробку с документами, которые по счастливой случайности оказались документами по делу Алана Уэйка. Тогда, используя подарок судьбы, Стюарт начинает собирать информацию по крупице и все ближе и ближе подбирается к понятию того, что же случилось в этом загадочном городке. В какой-то момент он даже мельком замечает пропавшего Алана Уэйка, ну или кого-то очень на него похожего. Но, приближаясь все ближе к разгадке огромного секрета Брайтфолза, Клей осознает, что это тайно может стоить ему жизни, и тогда он начинает бояться. Бояться по-настоящему. Из-за этого страха он решает покончить со всем этим делом и остаться в сладостном неведении. К тому же, кошмары, которые его привели в этот городок, прекратились, а значит, если это и было предупреждение, то уже все позади, и ему не нужно разбираться во всех этих тайнах. И сделав свой выбор, Клей собирает шмотки и уезжает домой. Там он устраивается на новую работу, так как со старой его турнули, когда он без предупреждения свалил в другой город. С женой, которая ушла от него по той же причине, он вскоре мирится, и после этого они начинают жить мирно и счастливо. Клей понимает, что сделал правильный выбор, когда выбрал семью. И хотя он не раскрыл тайну Брайтфолза и Алана Уэйка, но он все же узнал многое. А чтобы все его труды не пропадали даром, он пишет книгу файлы Алана Уэйка, где и рассказывает Безутайке все, о чем узнал в Брайтфолзе. Он выпускает эту книгу в надежде, что кто-то посмелее продолжит его дело. Может быть это будешь ты? Вот как-то так. В следующий раз я расскажу о американском кошмаре и все, что с ним связано. Так что, до скорого. Субтитры создавал DimaTorzok